Все началось со сбора гуманитарной помощи в квартире, вспоминает Влада. Коробки стояли до потолка. Чтобы хоть как-то помочь мужу, она стала волонтером. Сухие обеды – это полностью ее разработка. Здесь приправы, морковь сухая, капуста, свекла, лавровый листочек. Вот видите тут. То есть вы это все сами натираете, сушите, да? Да. Это все проходит термическую обработку. Как она проходит? Овощи привариваются и помещаются в дегидратор, в сушилку для овощей. Для солдат это настоящее спасение, как и любая поддержка. За год группа неравнодушных выросла. Получила название «Надежный тыл З-10». Жители от Иславского до Барвихи собирают адресную помощь по личному запросу военнослужащих. Доставляют ее прямо в руки. Сначала сложности были с доставкой. Машин не было практически. Ехать мужчины не хотели. Во-первых, далеко, потом страшно. Но все равно у нас появились отважные ребята. Максим, Коля, Руслан, Витя и Юра Побайка. И начали возить. У всех позывные. Пожилые женщины вяжут теплые носки и делают домашнюю горчицу, которая спасает от простуды. Зима не за горами, а потому теплые вещи и лекарства особенно востребованы. Еще гвозди, уголки для утепления блиндажей и, конечно, бензин. Без него все это просто не дойдет до адресатов. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.